Я слегка сомневаюсь в этом. Может быть, одну карту я отожму, но все же не Best of 1. Но вот, понимаешь, было бы Best of 1, то рулетка. А Best of 3, даже если одну карту Поллеры проиграют, то мы понимаем, что будет дальше. Будет 2-0, либо 2-1, да, согласен с тобой по счету. Ну, посмотрим, что на самом деле. Ну и давай, наверное, переходить к пику. В принципе, по статистике больше говорить особо и нечего. Акс ел в бане, Бримастер и Тролль. На первой стадии... Да, еще и Мипа забанили. Вот это прямо Асус Повар сейчас запотели. Здесь ФНГ понимает, чем пахнет. Там Blizzard очень сильно играет на Мипа. Наверное, как в E33, но может чуть похуже уровнем. Но этот Мипа-саппорт, он там много грязи наделал, на самом деле. Ну и в пиках. Ну и забирают, понимаешь? Да, да, да. Забирает своих героев. Вингас, Ларка, Паришин. Такие вот сигнатурочки. То, чем умеет играть. То есть просто такой, знаешь, папчик решили покатать. Взяли героев, которыми они любят играть и вперед. Хотя в Мейнсене у тебя такая ответочка неплохая. Да, Батрайдер, Скаймак. Да, Батрайдер, Скаймак, Энчантос, Фантом Ассасин. Ну, Энчантос, на самом деле, такое здесь, в принципе, изначально будет полезно и согласен. Ну, типа с Льеса там выходить будет. Да, но все равно, как бы Энчантос против Веноманцера, аппарат, ну, кусочек. Просто кусочек мяса такой бегающий. И особо, конечно, ничего, навряд ли что-то здесь делай. То есть Веном Гейль по Кентавру по какому-то и все. То есть он бесполезно бежит за тобой с большими трудами. Ну или что-то в этом роде. Дарпакты, то есть особо там сеточками так же не удержишь здесь. Ну, в мид, если только куда-то выходить. Посмотрим, кстати, кто сейчас будет у вас спалор в мидлейне. А вот Батрайдер, Скаймак. Должны, конечно, грязь здесь сделать лютую. Ну, цеплять постоянно. Пропыляется ультимейт у Скаймага. И как раз-таки Сласо, Присмистик Флэйер, отличная комбинация. Убиваешь любого героя, но это все в идеале. На самом деле в игре это все сложнее. Там и Сларк Дарпакт прожмет все, не зацепишь никак. Там и Венга свапнет. Ты попробуй вообще Элидана зацепи, как бы. Да, Элидана не уловимый. На Сларке. По-моему, Полуэра не хотят тянуть, не хотят терпеть. Вот Веноманца для Фобоса, я так понимаю, набрали действительно своих героев. Лил будет у нас играть, наверное, на Парайшене. Ой-ой-ой, Бруда сейчас еще. Действительно, по-моему, 20 минут. Потому что 5 агрессивных героев. Веноманца плюс Бруда, отличный пуш потенциал. Плюс Винга, минус армор. Ну вот, конечно, тут беда будет. Все же Фантомка как-никак опарм нужен. Какие-то базовые айтемы с одним ультимейтом. Не побегаешь, не попрыгаешь. Фантомочка очень тонкая. Как будут ее контрить? Тут понятно, в принципе, есть чем. Ну как не побегаешь, не попрыгаешь? Ко нам рассказывал на ланах, как бегать Фантом Ассасин с Порменшелдом и Тапком. Ну, там, с Везами. Он нормально объяснял. Там по 3-4 крита подряд. Все прекрасно понимали, что такое Фантом Ассасин. Ну что ж, у вас пик, смотри. Лас пик. Кто нужен? Нужен мидер, правильно? Смотри, есть НЧА. Лесная будет Скаймак саппортить Фантомки. Батрайдер пойдет на сложную. Ну и кто будет на миду? Вот есть вот эта лина сейчас популярная. Может какую-то лину взять? Нет. Снайпер. Вот так вот решили Майнсэйнити. Они забирали не раз снайпера. Такой вот... Энви-младший. Беда в том, что снайпер очень тонкий. В принципе, подцепить его можно. Там, Венга даст вейв, уже будет вижена. Можно засвапать. То есть, как бы, снайпера фишка в том, что он выбирает позицию и с какого-то расстояния огромного стреляет. А тут есть чем подцепить его, увидеть и как раз-таки взять в плен. Ну, посмотрим. В любом случае, команда Майнсэйнити Мич играет на Скаймаге, Гоги Дота на Фантом Ассасин, Конс играет на Снайпере, Лизард на Энчантрес и Милан на Батрайдере. Асус Полар, Страна Дайр, ФНГ, Венжи Фулл Спирит, Иллидан, Сларк, Маг в сложной на бруде, Докафобос в мидлейне Виномансер и Лил на аппарате. Действительно, ребята разобрали всех своих героев. Вот прям сигнатурных-сигнатурных. Самых сигнатурных просто. То есть, по-моему, лучше героев не найти. Ну, возможно, только вот Лилу Визажа. Лучше давать, чем Энштапарайшн. Ну да, действительно, в любом случае. Зачем придумать велосипед? Он уже есть. Тем более, если героев отдают, то можно их спокойно забирать. Я думаю, реализация тут должна быть хорошая. Ну и пока на первых минутах ФБ мы не увидим. Ребята просто стоят возле рун. Но особо тут каких-то выходов в смоках мы действительно не наблюдаем. Да, маг бегает по чужим лесочкам. Здесь сейчас варде пока что тыкнет паутинки. Это на линии сейчас набацает. В принципе, магу довольно будет здесь приятно стоять изначально. Его бить, ну, не сможет никто. То есть, Мартрет кинжальчиками, естественно, будет как-то фармить стараться. Энча будет лесная. Вдвоем бруду очень трудно убивать. Тем более, когда у тебя нету стана или чего-то подобного. Так что не страшно будет магу. Посмотри, кстати, по лайнапам. Очень интересно сейчас ребята сделали. Я думал что-то подобное. Батрайдер. Соло на соло поставили. Милан против Брудмазера. Ну вот, в принципе, если купить какие-то варды поставить, то под фаерфлайем, под напалмином Милан может создавать неприятности. Огромные при том. Но вот пока Батрайдер без вижена. И вроде как маг должен фармить без особых проблем. Вот она, вторая паутина появляется. Посмотрим. Да, действительно, проблем пока что у Бруды не будет. Мне очень интересно, кстати, трипла сверху. Лизард на энчантерс. Это энчантерс в чужом лесу против триплы. Это вообще как? Данут ли здесь жить вопрос? Там все же ходит ФНГ в лесах. Ну не знаю. По-моему это все же рискованно. Риск против Асус. Ну а как иначе, в принципе. Когда вы аутсайдеры явные, тут нужно рисковать. Нужно делать какие-то неоправданные возможно мулы. Ну посмотрим, что выйдет. Ну или дан ФНГ апаришен. Какая же это трипла адская, посмотри. Какая же адская трипла. Тут паунс, тут стан и чилинтач. Это жесть. Действительно, будет любой герой здесь умирать. Неважно кто ты, Март Райл, Скай, Лизард. Кстати, ушел в чужие леса, действительно. ФНГ должен прекрасно это все дело понимать. Ну и ФНГ выходит, леса действительно смотрит на этого Лизарда, будет ворвать опыт. Ну и даже может немножко подхарасить, как вариант, там дэмэджа в принципе хватает. Ну и плюс и... Ну там Станцов, как бы, кто еще, кого здесь харасить будет. Ну и на топе Фантомка два крипа всего. Ну или там четыре, не столь на самом деле много. Ну пока разится, да, да. Я такой минуты, ничего не стоит. Но Фантомке будет сложновато. Если сейчас придет ФНГ, опять же будут выхода. А чем сейвить? Сейвить особо и нечем. Только Скаймак есть и все. Скаймак Гаркомболт. Больше ничего. Ну появится там Сайланс, а толку от него. Хотя пока Лидан очень сильно проседает. Посмотри, там Скаймак говорит ему, привет, как дела? Здесь еще и Лизард сейчас, кстати, находится в чужих лесах. Все-таки ФНГ решил пойти заблочить с собой просто спот. Ну и оправдан ли это муд вопрос? Что он стоит просто на месте, пока Лизард бегает с крипами хорошими. Да, ветерки уже пошли. Лидан начинает неплохо получать здесь. В то время Фантом Ассасин просто подбивает здесь крипосов. Ну и вот, 8 крипов есть. И пока что Майн Сейнти действительно все фармят намного лучше. Бэтрайдер, понятное дело, почему он фармит паучков. Так, ну и смотри. Пока вот действительно у триплы-то проблемы на легкой. Не совсем все получается. Непонятно Асусам что делать. Потому что приходят эти энчантеры с этими кентаврами. Ну нужно сейчас скооперироваться немножечко. Прыгнуть, зацепить и за челинг-тача просто убить. Потому что Лидан слишком сильный. Венга слишком сильная. Вейфов террор. Кстати, нету всего лишь первого уровня у нас в ФНГ. Это очень плохо. Ну он там блочил ходил, конечно, где ему там опыт взять. Ну и Гоги Дота так агрессивно заходит. Почти затир один. И еще и даггер кидает в Лидана. Но опять же, эту агрессию надо наказывать. Надо прыгать, отвечать. Потому что ну слишком далеко заходит в Майн Сейнти. Слишком. Хотя пока ему дают. И беспрепятственно при том. Да, да в принципе, опять же, есть Кентавр. Есть Замедло от Скаймага. Есть вечные вот эти кинжальчики там в Лидана или еще в кого-то. У Лидана только стик. У Фантом Ассасин и Сальва и Танго. Поэтому нужно идти размениваться по ХП. Это очевидные вещи. Даже если вы немножко проиграете, то все равно лучше харасить. Харасить. Пока что Лидан просто не взял шестой уровень. Так, здесь опять ФНГ. ФНГ старается как-то Лизарду немножко помешать. Но Лизард говорит, нет, дружище. Не получается. Не сегодня, да. Совершенно. Так, а что у нас, кстати, вообще в Миде? Да, давай Мид посмотрим, а то только ТОП смотрим. На Миду у нас на первую 18 крипочков. Я на Манса 14. Ну, в принципе, все ровно. Тут Фобус ставит ворды. Скоро он их замоксит. Может, будет. Уж так, на ТОПе, смотри, тут цепляет у нас Лизарда. Пошел отхил от Лизард. Слушай, может и отхилиться даже Лизард. Ну, как сказать, Сатир задул. Очень больно. Прыгнули на Лила. Лила сгрызли. Дальше. Нужно Ильдана также пробивать. Есть еще один голубь. Хорошо. Саленс хватает маны. И Сатир. Сатир еще задул. Арканболл это летит с 80. Нет, прыгнет. Прыгнет, да, есть стик. Есть стик. Прожмите просто стик. Выживает. ФНГ. Получил дайгер. Ну, здесь просто Сатир забил его. Да, Шоквейв хорошо дает. Ну, Ильдан на развороте. Мидж это наказать. Пошел там колдфит. Мидж. 100 хп остается. На развороте дает у Тарканболл. Ильдан. Паунс нет. Все же должен убивать. Но какой же размет там может быть? Кокедота. Развернулся. Ну и все, видимо, да. Фантомка уйдет. Да, спокойненько отсюда. Па уходит. Есть сальва. Есть тангусик. Все нормально. А вот у Ильдана, опять же, отхилы нету совершенно. И всего лишь третий с половиной левел. Ну, только стиками довольствуется. От стики там даже нет. Ну и смотри, получается размента саппортов. Ча, Скаймак, Вингая, Паришина. Все ровно достаточно. А кто фэбэ там собрал? Я вот забыл. Так, Ильдан. Ильдан. Там даггер. Таким есть, может, и убьет? Нет? Ну, в реале-то убьет. Нет, не убьет. С даггера вот сейчас. Уже более возможно. Ну, смотри, там чисто демод 100. У Сларка было 90. Так он в два раза меньше по героям наносит даггер, ведь. А, по героям. Да, точно, точно. Так, на ботами маг против Милана. Ну и по крипстату маг-то проседает. Ну, в смысле проседает? Да, именно на фаерфлайзом. Ну, опять же, плюс еще паучки, да. Понятно, что будет ботрайдер тут фармить очень быстро. И крипов будет много. А фаерфлай, да. Очень много демэш. Но до сих пор Сентри не купил. Почему не купить Сентри не поставить? В принципе, мага можно убить. Спокойно. С помощью того же Скаймага. Ну и Смаки на топе. Смаки, НЧА плюс Скаймаг. И армия идет, НЧИ, Сатир плюс. Тролль. Лизард. Заходит, пошел Конкассив Лила. Лил, проблему, прыгает. Тут Гагедота. Минус Лил. Да, очень быстро Лил, кстати, сейчас сбрели. Погоня также за Иллиданом. Но Иллидан должен спокойненько сейчас с телепорта уходить, на самом деле. Других вариантов у него нет. Спаунса, прыгать в леса. Все правильно. И бежать, бежать, бежать. Прыгнул на Минча. А что только стоит на месте? Ой-ой-ой-ой. Это паунт такой поздний. А зачем? Объясни. Вот это ошибка. Вот это действительно сейчас ошибочка была. Но он думал как раз-таки то, что, наверное, леса там как-то чекают сатирами или еще что-то. И хотел прям в последний момент просто улететь, чтобы развести уж точно. Но вот как раз-таки прыгнул на Скаймага. Умирает Иллидан. Очень неприятно. Майнкрик команды погибает. Притом, Фантом как-то фраги забирает. Три асиста, один фраг, ПТ. И почти есть ультимейт. Уже скоро будут еще и криты прокать. Ну, вполне неплохо, пока вот эта вот сложная трипла выходит для команды Майнсенити. Очень странная трипла в сложной. Я уже это говорил. Есть энчантерс. С энчантерс как-то сложно отправляться. Действительно, довольно странно. Но удачно. Действительно, удачно. Лизард сейчас план на карте здесь нарисовал. Говорит, я на Фобоса в спину зайду. Фобос качается у нас без Веном Гелия. Хороший-то план Фобоса можно забирать. Там не так уж много ХП, но вот армор прилично. За счет Базилы и за счет как раз-таки Веном Ансера. Так. Милан. Стоит один. Милана здесь должна сейчас увидеть. Пошел в Вейв. Паунстан. Ну и Милан отправляется отдыхать в Тариону. И Крипа даже последнего забрал. ПНГ здесь. Так, Фобос. У Фобоса проблемы. Ну и Фобос умирается. С Синаита. Да, прям размазал. Веном Ансера. Здесь 5-3. 5-3. Вот это вот неплохое очень начало на самом деле вообще игры. Есть какие-то агрессивные моменты постоянно. Постоянно кто-то дерется. Постоянно кто-то перемещается. Или там. Ушел вниз. Все ушли вниз. Понимают Асус то, что Триплой стоять здесь не очень-то уж и получается у них. Их отправили Брудмазер просто стоять против Фантома Ассасин. Ну и кстати Мартретки здесь будет в принципе проблематично, если будет находиться она в соло. Вот почему так нельзя было слапнуться минуты 3 назад, если вы понимаете, что все плохо. Если вас постоянно гонгают, убивают. Пока ребята сильнее. Ну могли бы раньше поменяться. Вот у Майн Сенити проблемы с пингом. Ну вот понимаешь, на Майн Сенити коэффициент был на егейминг в районе там 1.001. Что-то такое. Ну в общем какой-то вообще трэш. Как-то Майн Сенити даже сейчас ведут. Это уже удивительно. Когда там действительно никто абсолютно не верит команду Майн Сенити. Ну вот что-то делают, хотя опять же это только 8 минута. И даже если они первую карту проиграют, то дальше все будет проще. Асус и настроятся. Есть миф про Асус. Очень хороший миф. То, что ребята выигрывают даже с мега крипами после 60+. Так что им по-моему без разницы, что происходит на 8 минуте. Понимаешь, здесь нету никакой медузы. Здесь нет какого-то... Здесь это все же Сларк. Здесь есть Бруда. Пока вообще бред, говоришь, что там кто-то проиграет, кто-то выигрывает. Тут вообще ничего не понятно. Тем более мы знаем, с Дотой 6.83 тут даже ты можешь проигрывать 20-0, а потом сделать пару фрагов и оказываются графики уже по нулям. Да, да, да. Действительно все именно так. То, что до 15 минуты без разницы, кто кого бьет, кто кого убивает. Ранний спейс это здорово. Никто не спорит. Действительно. У тебя появится потен на 2 минуты раньше, у тебя появится какой-то мидасик там. Но потом ты просто проигрываешь темфайт, и вот уже пятерочка не в твою пользу по золоту. Ну и пока что по крипстату действительно Батрайдер и Снайпер впереди. Но дальше целых 3 кор-героя команды Асус. Хаймага 0. Ну понятно, там саппорты. По общей ценности Снайпер и Батрайдер впереди. Но опять же впереди. Но тут буквально 300-400 единиц золота. Копейки. Существенно тут ничего не решает. Это разница. Так, ну и маленько, видите, еще какие-то проблемы с пингом, но стараются, как-то пытаются играть. Будем ожидать. Ну ладно, Фенгай пишет, что мы не можем ждать 30 минут. Ребят, давайте быстрее. Ну да, да, это было бы странно. Компьютерный клуб рядом, побежал, сел по-быстрому и вперед. Все же надо готовиться к играм. Как-никак разыгрывается. Там что-то читал в интернете, что не 110 тысяч евро уже, а сделали 60 тысяч. То есть бюджет уменьшился. Спонсора потеряли. Не слышал ничего такого? Нет. Кто-то вот такое вот услышал, думаю, да ладно. Неужели просто 60 тысяч скинули? Я вот не знаю, подтверждена информация или нет. Надо будет прочитать где-нибудь. Действительно надо будет узнать у кого-нибудь. Я после игры, возможно, спрошу. Ну и что ж, по-прежнему ожидаем мы продолжение игры. Восьмая минута. Майн Сейнти довольно неплохо начали. Но я думаю, просто Асос Повар так налегке забрали своих сигнатурных героев. Такие, да, мы сейчас там чаем, кабинеты развалим. Чего, бетрайдер сложный, да, не вопрос. Приходят, а там... Трипла. В лицо им смотрят вместе с этой козой, с двумя крипами. Здесь такого, я думаю, не ожидали. Пишут то, что имеют 10 минут всего лишь паузы. И восемь уже, кстати, прошло. Так что тут очень мало времени остается. Придется отжимать паузу. Но что поделать, все же никто не готов ждать. Там больше 10-15 минут. А, две минуты. Да, я тоже сейчас удивился. Как-то прошло время, я думаю, восемь минут, неужели? Я даже подумал, что многовато, по-моему, восемь минут. На районе двух-трех минут как раз-таки уже ребята паузу держат. Вот так вот. Так. Рейдж-квит просто массово, я не знаю. Ну, ждем, да. Какие-то проблемы у всей команды. Они, интересно, в одном месте играют? Ну, естественно, естественно. Никто не вылетает по очереди, ну, вместе. Где-то они играют на... Забыл слово. На буткемпе. На буткемпе. Ну, возможно, все это тоже решает. Одно дело, когда вы вместе сидите, другое дело, когда вы сидите там по разным городам, странам. Тоже, возможно, команда собрана побольше, чем Asus Asus. Мне кажется, там часик назад папочки покатали на стримах, сейчас отключили и вперед. Так оно и было, в принципе. Да, да. Сейчас настроится и вперед. Ну, вот у Лилы, кстати, есть пятый уровень. Ice Blast появится скоро для саппорта. В трипле вполне неплохо. Достаточно быстрый Ice Blast будет. Ну, и дальше с Ice Blast можно будет через того же Виномастера, там, понимаешь, дается поуже нового, плюс Ice Blast там такой дэмэдж будет. Я не знаю, кто там выживет вообще. Тем более, Снайпер, Фантомка, они не толстые герои, они очень хилые в данном месте. Да, здесь БКБ нужно, это обязательно. С БКБ делать абсолютно ничего, потому что, ну, вот Виномастер и Apparition такие прокастеры Адовы, там столько всего есть. Там есть гель, там Ice Blast, Cold Fit, ну, хватает. Хватает способностей. Верно. Все верно. Ну, и тот же самый, даже если Сларк прыгнет на кого-нибудь, кто находится под Ice Blast, там, Макшен и Даррк Пакт, допустим, слишком сильно прохаразит уже. Там разочек надо будет каждого ударить. Так, заходит Лизард в доту сейчас обратно. Так, это уже, уже неплохо, слушай, сейчас зашел, да, вот он. Да, все постепенно возвращаются. Ну, и, друзья, кстати, у нас сегодня будет еще одна Best of 3. И после этого, сегодня достаточно много карт намечается. Там у нас HellRisers против MePound, если не ошибаюсь. Да. Тоже достаточно интересная карта. Карты будут. MePound такая вот команда. Собрались ребята. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете кто. Ну, MePound, на самом деле, могут показывать намного сильнее доту, чем есть сейчас. То есть, там такой звездный коллектив. Ну, как звездный, да? Ну, звездный из папчика. Ханни старичок, очень лютый старичок. Симба тот же самый, который умеет жать кнопки. Не важно, откуда там его кикали. Не важно, как он играет на Enigma. Он умеет жать кнопки в любом случае. Есть и V33, который тоже знает прекрасно доту все вообще наизусть. А то может очень многое показывать. Да, проблема в том, что он такой соло-плеер и вся надежда якобы на него, когда он играет. Ну, он так считает. Но он старается, старается быть командным. Это видно. И мы переписывали с ним на эту тему. Он говорит, я стараюсь играть в команде как можно больше. Потому что соло-ММР это уже не то. Проблема в сыгранности действительно она существует. Сыграться нужно. Понять, как играть командой, а не соло. Ну, тут время, а только время решает. И как раз-таки количество матчей. И MiPound не упускает возможность в каждом матче. Сколько у них там матчей сыгранных за последнее время. Это тьма. Очень-очень много. Но они абсолютно везде играли, где вот только возможно. На всех турнирах. Ну, как на всех, кроме DAC, естественно. Как раз-таки дошел DAC. Какие вот малейшие турниры там были. Уровня Pro. Они на всех играли. И, кстати, эта команда попала также на Star серию. На 12 сезон. Посмотрим, что они покажут в Star. Могут или звездные коллективы разбомбить. Вот это будет тоже интересно. Потому что до этого MiPound особо там, ну, не играли. Турниры прям там каждый день. С какими-то крутыми командами. Там через раз. Да, коллектив Чу-Китай из полупрофессиональной. Да, MiPound, в принципе, раньше-то и не было. Такой состав собрался здесь недавно как раз-таки на квалификацию. На квалификацию всех они выбили, насколько я помню, в Star серию. Ну, и забрали слот. Так, ну что ж, сколько у нас там времени уже прошло? Минута пять. Ага. И Милан один остался. Милан все нет. Кстати, вот Милан купил дасты, наконец-то, и с дастами, в принципе, есть лассо, замакшенный поэрфлай. И мы понимаем, что Бруда, несмотря там на 800 хп, может умирать очень быстро. То есть там настакают напалмом. Ладно, ну, опять же, все это аналитика. Ждем непосредственно самой игры. В игре все иначе может быть. Угу. По графикам, кстати, в районе 3000 Майнсэнити выигрывают за 8 минут. Это довольно неплохое преимущество, 3000. Ну, ты понимаешь, что там идет файт 3 в 0, Асусы выиграют и все. И все меняется вообще, становится в 0. Поэтому на 8 минуте, конечно, про графики и про серьезность говорить что-то сложно. Если бы там минута была там сроковая, была 1015, тогда, наверное, да. Как бы 8 минута пока ничего не решает. Ну вот, пока просто ждем. Ждем, ждем, ждем. Ну и выходит, кстати, Лизард Мид. А выходить на кого? Где именно Мансер? Куда он делся-то? А Мансер просто улетел. Просто улетел. Даже не улетел, ушел. Телепорт не на кулдауне, просто пешочком побежал. Говорит, не-не-не, не хочу. Не хочу. А там такая армия, кентавр. Птица великолепная. Там, наверное, дети, я помню, читал, что они до сих пор не знают, как ее назвать на русском языке. Потому что столько вариантов. Ну, в смысле, дикокрыл-потрошитель. Дикокрыл. То есть, некоторые говорят, что это бредовое название. Нормальное название. Альфа-волк, это хорошее название тоже. А змей-громоящер. Ну, вот именно беда, что вот этими нейтралами, говорят, как же их назвать на русском, потому что с английского переводить дословно, то какой-то бред получается. Нет, дикокрыл-потрошитель хорошо, мне нравится, меня устраивает. Почему бы и нет? Ну, так звучит грозно, да, так? Дикокрыл-потрошитель, да. Сатиры души крат, ну. Сатиры изгонятель. Что пишет? Что, 10 минуток-то уже прошло. Ну, я не знаю, будут ли отживать паузу так вот, и прям жестко нажмут. Или нет. Да, пишут, заходят уже. Ну, окей. Я думаю, в течение минуток-двух мы все же начнем. Я думаю, Асус уже все обсудили, все, что можно было. Какие-то проблемы, если были, они уже иссякли. Я думаю, дезморали это точно не было. Да и по лайнам-то поменяли, и все должно измениться. Процесс лайнингов сейчас должен пойти намного лучше. Так. Пишет тут, как бы, судья. Либо время мы даем от Асусов, если Асус дают добро, либо нет. Да, ну да, потому что сейчас все зависит от Асусов, как они там что-то нажмут. Ну, по-моему, Асус уже все решили. Да, отжимает фанга-паузу. Ну и что ж, поехали смотреть дальше. Лизард ждет, а ждать, собственно, опять же, нечего. Фобос идет на топ, ну и Лизард возвращается в леса. Да, там Дикокрыл крыльями размахивает, стоит в мидлейне. Так, здесь, кстати, возможно, оставил сейчас аппараты в мидлейне в соло получить уровень. И вот это может быть ошибкой сейчас от Асус. Хотя нет, увидели, увидели там уже. Вот это уже Enchanters. Лизарды здесь варды постреливают. Так что особо проблем не будет. Ну и Лил, кстати, пятый с половиной уже практически имеет. Появляется также тапок. Скоро будет айс-бласт. И при первом же айс-бласте должны делать какие-то фраги. Убивать, делать фраги. Конечно, айс-бласты были, опять же, очень ранее, как я и говорил. Ну и Лизарды прогонятся туда Фобос, говорит, уходи вдруг. Даже вот так вот храсит вардами. Достаточно неприятно. Так. Батрайдер здесь полетал. Ну и все. И у Милана сейчас могут быть проблемы, на самом деле. Плюнули в Милан. И Милан просто выкастовывает телепорт в НГ. Я должен успеть дать стан. Хорошо. Успевает. Я успел улететь. Такой вот неплохой фраг для Асуса. Опять же, поймали батрайдера на наглости. Ну и вот как раз-таки должно сейчас... Работами смотрели, да. На НШСУ пошел. Шрапнель. Тиммейт от снайпера. Но демэджа не хватит. Отчу и баунс. Красавец, Лидан. Замансовал все идеально. Сварка оставили одного. Почему? Почему его оставили одного? Неужели он здесь сможет стоять-то спокойно? Потому что Винга пошла всех убивать, а аппарат получает 6-й левел. Ну так оно и есть, на самом деле. Лидан проживет. Лидан проживет. Есть у него 6-й левел. Будет он как тригенится. Все-таки аппарату нужен намного больше 6-й левел, чем какой-то бэбиситинг Старка. Ну а Винга побивала в то время как раз-таки батрайдера. Спокойненько выфармливает. Здесь Илья один. Никто ему не мешает абсолютно. Так что все хорошо. Возвращается сейчас снайпер обратно в мидлейн. Кстати, Аквилка, Врайсбэн, Фейсбутс. Очень много демэджа. И можно тут, кстати, Лилу настрелять. Неплохо. Еще и Кентау рядом бегает. В случае чего, и заатаковать будет можно. За вышку, если будет выходить снайпер. Ну и на топе Фантомка фармить-то до сих пор никто особо не мешает. Хотя по крипстату почему-то очень сильно Гоги просел. Всего 35 крипов против... Против бруды. Против бруды. Ну там маг наплевывает паучками. Конечно, больновато. И вот как раз-таки улетает сейчас Фантом-Ассасин на нижнюю линию. Говорит, что нет, не хочу. Ну просто, понимаешь, есть два вида игры. Один вид игры, это когда просто оффлейнеры уходят с лейна и дают фармить и тому и другому карьеру. Есть вариант, который у нас был. Трипла на триплу. И ни тому, ни другому. Никто не фармит толком. Тут и Сларк не выфаривал сильно много. И Фантом-Ассасин. Ну да, но Сларку меньше нужен фарм. Опять же, кстати, у нас здесь фраг. Вот так вот. Они же Топорейшн убили. Появился все же Айсбласт у Лила. Но быстро с ним покончили. Ну и у Витча тоже появился Мистик Флэйр. И, собственно, он реализован лучше, чем Айсбласт. Милан. Файерфлай. Начинает улетать. Здесь пучки. Маг. Хорошо. Еще одна паутина. Погоня. Дасты проюзали. Маг просто сгорает. Сейчас. Ну и зацепил еще Милан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мага здесь разводят. И маг будет, конечно, умирать. Ой-ой-ой. Ну вот. Прожал бы Солареньку, успел бы дать свой как раз ли паука-спаунер. Да, ну, вряд ли по огню, когда ты бежишь, ты сможешь. Да, да. Умер бы моментом бы. Ну, тут как бы, понимаешь, хотя бы он попытался бы разменяться. А так в итоге просто бруда умирает, и все. Затерпел. Затерпел там Милан. Просто до самого конца пролез и говорит, ну, давай теперь я тебя прокачу в другую сторону. Ну, это, кстати, плохо. Маг должен был знать. Хорошо. Выпрыгивает отсюда Илли Дан. Здесь в смоках. Лил. Но нет никакого айс-бласта. И пока что Фанда Басасина еще живая здесь. Хорошо. Станчик. И... Не успеют. Не успеют просто. Саппорты что-то стояли на месте? Скаймак был. А что бы он сделал? Вопрос. Снайпер. Шрапнули. Пошел Али Дан. Проблема. Там есть Шэдоу Дэнс. Пошел Шэдоу Дэнс. И спаунс также надо отпрыгивать отсюда. Ну, сатира, смотри, что творит. Хотя. Сатира, шок, вейв. Мистер Кумер. Ну и умирает. Умирает здесь Илли Дан. Не сможет даже выйдить. Не сможет. Паунс того же прожал. До конца держался. Но да, там сложно было уйти. Слишком много было. Демоджей. Неплохая реакция. Ребята из My Insaneity Sensei сообразили. Прилетели. Убили. Вот так и нужно. Так и нужно играть против вас и споулер. Нельзя давать им наглеть. Нельзя давать им куда-то заходить за вышки. Делать такие вот подарочные бесплатные киллы. Фобос. Фобос любитель собирать сразу аганим на этого виномансера. И, кстати, он неплохо играет на виномансере. Я думаю, все это знают. И поэтому Фобос сейчас... Ну, наверное, аганим сделает минуты до 18. Я думаю, где-то так. И вот как появится аганим. Как мы уже говорили. Поезо новое. Там беда будет. Там просто будет развал кабин. Невероятным образом происходить очень быстро. Тем более, аганим задает еще очень много и ловкости. Интеллекта всего понемногу. Артефакт хорош не только там увеличением силы ультимейта, но и просто в плане того, что и ловкость, и силы, и интеллект. Все прибавляется. Оба становится плотнее. Дэмэджа больше. Так. Вот Asus'а сам не отжали, и теперь... Так, что пишет у нас Лизард. Опять какие-то у него проблемы, да. Просто не видит. Ммм, до ситов, да, и анимации. Ну, это жесть на самом деле. Как бы можно понять и команду Майнс Энити, когда ты не можешь спокойно играть в свою игру. Ну, Asus'а не хотят слушать их. Ну, в принципе, понятно, опять же, почему. График плотный. Все же игр сегодня немало. Я не знаю, будут ли у Asus'а сегодня еще какие-то игры. Ну, и просто вот так вот. Опять же, ставится пауза. У нас одна секунда якобы остановилась. Но это Долта, все нормально. Такое бывает. Я не знаю, Майнс Энити сам я себе послабее. Плюс у нас еще проблемы с пингом. Ну, возможно, просто она пишет ГГ. А как дальше играть? Еще как бы, как минимум, одна карта будет. Да нет смысла писать гуд гейм. Нужно играть до конца. В Майнс Энити далеко еще не проиграли. Ну, если ты не можешь играть, если у тебя пинг по 300, что делать? Как бы вот так вот играть и получать просто дизморали огромную? Либо сейчас ждать на паузе, потом бежать в компьютерный клуб пятером в другой какой-то, я не знаю. Нет, ну почему? Можно ребутать интернет, ребутать Steam. Да, Аликсенбург почему-то Майнс Энити, к сожалению, не устраивает. Я не знаю, почему. Ну, Фэнга правильно. Да, Фэнга, мы прекрасно все понимаем, но... Ребят, к сожалению, да, мы не можем ждать. Отжимает паузу, видимо, Асуса. Конечно, это печально, но прекрасно мы понимаем тоже команду Асуса и Майнс Энити. Ну, что поделать, игра есть игра, нужно играть. Ну, а в принципе, было время подготовиться, все прекрасно знали, и турнир сделали не за 10 часов до начала. Так, здесь пока что поконтролят. Ну, Скаймаг на базе стоит, и за арт, и пошел шрап на льную, видимо, все, да. Ну, конечно, лучше поконтролить, если Гоги вернется, это будет приятно, будут и деньги, будет и левел, опыт. Ну, и Мичу пытается и контролить, и Скаймагом, и Фантомкой. Сложно будет. Все же, когда левает саппорт, говорят, ну, черт с ним, с этим саппортом. А когда левает мейнкерри, то это проблема. На топе, Милан полетел, Милан надо наказывать, пытается сделать тп. Милан умирает, конечно, конечно, успеет убить, слишком много дэмэджа, и Макс слишком больно грозет. И также Фобос пришел, поплевал, там у него еще и Асбластик влетел, но Асбласт можно даже на базу, наверное, было все-таки выкидывать уже. Кстати, Лилл, это один из самых точных аппаратов, которых я вообще когда-либо видел. Если не самый точный, он попадает практически вообще всем Асбластом, туда, куда нужно. Вот он такой читерюга в этом плане. Так, забираю ДД Лидан, и в принципе, если придет кто-то из саппортов, вроде ФНГ, можно забрать Фантомку. Да, можно и в соло, на самом деле, сейчас здесь забрать, но Лидан говорит, нет, я, пожалуй, просто пропушу тебе линию. Можно и в соло было убивать под вышкой, хотя там брейсер, ПТ, можно на силы переключить. Да, многовато, многовато. Так, на топе, снайпер, все этих пауков пытается съесть, но сложно, хотя флеймрейк. Ой, хорошо, подфармлил Батрайдер. Ну и слушай, Фантомки до сих пор нет, ну, беда. Как-то не здорово, действительно не здорово. Потому что пока особо это, конечно, не видно, но через минуток 20, когда начнут тимфлайты, мы поймем, что без Каймага, если там будет Фантомка управляться, типа, Лид, Фантомка айтемы купить не может. Просто не может купить айтемы. Ну, фармит там 3800, ему он купит Сакрит Реликс и сразу вейбисил в какой-нибудь Милан. Милан сделал себе вообще травела. Вот это вот странно, действительно очень странно для Батрайдера. То есть это не форс, это просто ненужные травела свапнули сейчас Милана. Станчик также полетел. Ну, и Милан приплыл. Хотя лассо дается, ашрапнель, снайпер. Пошел к конкассе, ФНГ проблемы, ФНГ. Все же умирает, и Милан-то выжил. А Фобос? А Фобос-то тоже умирает. Смотри, ультимой сейчас прилетит, и все. Фобос, 500 хп остается, хотя нет. Фобос-то уже толстый, поинт-бустер дает немало хп. Плюс Огроклап еще прилетит. Варбу его убей, и армора хватает. Армора, опять же, достаточно. Так, слушай, все. Фантомка вернулась. Ура! Ну, как сказать ура? Ну, в смысле догон. Это Зай научил, все повторили. Вот так вот. Маг. Маг просто не может залезть. Маг просто заблудился. Дагон. Дагон хорошая вещь. Даггер бы еще сейчас выформить магу здесь. И Зейриал, Максить догон. Тут такие герои. Скаймак, НЧа, Снайпер. Дагон идеальная вещь на бруду. Прибежал, просто задогонил, плюнул спавном. И, ну, человек умирает. Дагон наилучший вариант. Ну, тем более, догон для саппортиков. Вроде Скаймага. Вроде даже того же Снайпера. У Снайпера, ну, хотя у Снайпера уже 1000 хп. Яшу, Рейсбенд, Аквила. Ну, Снайпер-то плотненький. В любом случае. Нет, 16-ая минута, у него только 1000 хп. Он дальше особо по хп разгоняться не будет. Но, возможно, появится Сэндж. Если появится Сэндж, то еще хорошо. Если будут появляться всякие разные момы сейчас, не дай богу. Здесь Элидан и Милана проигейт. Пошел чилинтач, голдфит. Ну, и развалили Батрайдер просто в секунды. Элидан был уже с Лотаром. Дэмэдж там еще огромный с первой атаки был. Ну, без проблем. Элидан клепает уже пятый фраг. Трэвелла. Просто Трэвелла. Трэвелла, да, Трэвелла. Ну, 17-ая минута, Трэвелла даст. Ну, блин, ка нет. И Батрайдер, по сути, только одно лосо по-моему за игру дал. Или два. Два лосо. Потом такие, знаешь, лосо не совсем понятные. Не на обрыве. Ну, а зачем ему Трэвелла вообще на этой минуте? Не могу понять. Потому что летает по карте или что. Ну, вот я, в принципе, про это же сейчас говорил. Потому что Трэвелла, ну, прилетать якобы на крипов инчи, цеплять и убивать. Я видел. Антонка. Даггер прыгает, криток проходит. Ну, и Лидан должен бежать. Есть там стики еще, хотя снайпер. Ультимейт, Илидан. Вот так вот. Еще и крит проходит с Даггера. Нормально вообще. Там с двух сторон просто порвалось сейчас Илидана. Ну, что насчет Трэвелов. Я не помню. По-моему, я это видел от Трэвелл Джениус или от Тим Секрет. Точно не помню. Но эти Трэвела якобы, чтобы прилетать на крипов инчи. Ну, и просто цеплять и убивать. Есть такая, да, возможность, но нет таких героев. Милан. Милан все же выживает. Айсбас не совсем точно был. Утрас отлила. Она тут в ФНГ приходит. Стан Милана. Ну и до свидания. Опять Батрайдер умирает. 1-5-1. Ну, у мага 0-1-3. По-моему, получше. Немного и Мидаза Дагун уже второй. Полностью. Ну, бруды потрясающе все есть. 142 крипа. Все отлично. Топовый Нетворс пока что на карте. Никто абсолютно магу не мешает. Маг делает то, что он хочет на карте. Сейчас будет третий Дагун. Ну и проблем у Майн Сенте все больше. Фобос. Действительно, 18-ая минута. Готов Аганим. Он уже должен сейчас лететь. Нет, пойдет просто Фобос на базу. Ну и с Аганимом будет жесть. Уже один ст уровень. Второй по уже нового. Огромный демедж. Гель пока, правда, еще только первый. Но зато замакшенные варды, замакшенная пассивка. Вполне можно уже врываться в тимфайт. И все для этого есть. Есть Лотар. Есть Айсбласт. Есть там сваповинги. То есть инициации хватает. И демеджа также хватает для полноценного файта. Пять на пять. А БКБ в Майндсенте не скоро. Фантом Ассасин. Да, появился Огрклаб. Есть Брейсер. Есть ПТ. Ну, то есть на силу переключаешь. Ты вроде бы плотный. Вроде бы у тебя хватает здоровья. И Сашу Яшу как раз таки снайпер собрал тоже 1300 хп. Но этого маловато все же. Здесь Нули Дана. Очень хороший выход. Зацепили Лидана. Сразу же Саленс. Ну и без вариантов. Без шансов, да. Ну тут в этот раз подставился. Был без телепорта. Ребята это прекрасно увидели. Ну и в смоках ушли. Вижена там не было. Ну был конечно абзерфт. Но от него пользы мало. Так, ну и Батрайдер уже с Блинкдаггером наконец. Теперь конечно выглядит Милан. Посимпатично. Вот он Блинк появился. Сразу в рыб. Сразу минус. То есть моментально. То есть как Сарк-то уйдет. Это какая реакция нужна. Нет, он поражал Дарпакт. Вот еще проблема. А, он был там уже не на АКД. Он фармил Дарпактом. Неужели Лидан не подозревал, что там будет выход? Айс Бласт. Ну и вся карта заваржена. Лидан надо сделать, не успеет. Но в любом случае, Илья уже сейчас появится. Есть лотарчик, есть 2000 сверху. Посмотрим, что будет собирать. Возможно какую-то Яшу сейчас себе сам купит. Возможно сразу же пойдет в какой-нибудь скаде. Как мы привыкли это видеть. Ну вот смотри, у мага уже второй догон. Будет ли дальше его максить, либо нет. Либо купить действительно Блинкдаггер какой-то. Потому что догон рано или поздно становится бесполезным. Не на 30-е, на 40-е минуты, не на 40-е, на 50-е. Он становится бесполезным сразу. Два рецепта просто. Ну если маг придет... Ну в смысле догон не будет бесполезным. Здесь есть Айс-Бласт. Ну хотя да. Попадает Айс-Бласт, ты просто догонишь и тело убирает однозначно. Добруда по сути сейчас соло любого героя убивает. Именно. И там тоже будет абсолютно любого на карте. Особо-то догон не бесполезная вещь уж точно. Я еще помню, давно-давно говорил, буквально в 10-м сезоне Starlight. Я говорил, что догон недооценивают. Очень сильно недооценивают и недооценивают Акса. Ну и вот появляются у нас Аксы. Постоянно в пиках появляются эти догоны на Бродмазер. Догон, когда у тебя есть аппарат, ну это здорово. Видишь, догон-то просто очень дорогой, поэтому не всегда его покупают. Можно купить там что-то другое. Сколько там догон-то опять стоит? Тысяч 8, наверное. Да, да. В районе 8 тысяч. Поэтому некоторые говорят, лучше купить Хекс там за 5 тысяч. Будет приятнее. Так, Пингмастер, что тут Фобос делает? В соло забирает Рошана вместе тут, правда, с ФНГ. Ну, ФНГ просто стоит, смотрит. Зацепили. Ну это какой-то бред, если честно. Отлично. Быстренько свапнули. Очень хорошо. Айс Бластик ни по кому не попадает. Иллидан в лотаре должен сейчас убивать Скаймага. Блин, как больно ты сейчас Скаймагу. Ну и дальше по очереди каждого будет сейчас срубить. Команда Асус Полар. Уже нет Скаймага. Будет ли продолжение? Фобос. Лизард намазал. Маг есть, 4-й татагон. Почему не войти? Вот он вошел. Просто, Энчандр, до свидания в секунды. Прыгает Лидан, ты паут от снайпера, снайпер. Не улетает. Фобос разультился. Ну и вот сейчас как раз таки будет вся команда Майнсенти погибать. 2 в 2 будет у нас все-таки, наверное, размен. 3 в 2, 4 в 2. Хорошо. Ну и Батрайдер уйдет. Вот так вот. Как выжил ФНГ? ФНГ действительно просто с каким-то чудом остался жив. Умер все-таки Фобос там. Ну и, конечно, 4 героев убили. Это очень хорошо. Полторы тысячи золота Асус Полар заработали. Ну и, конечно, Экспы многовато также. Сейчас у Поляров. Не самое было понятное начало файтов. Фобос стоял, пытался вардами зафармить Рошана один. Этот Аегис как-то вот странно. И тут подцепили его, но благо был рядом ФНГ, который засвапал. Если бы не засвапал, возможно, все было бы иначе, была бы беда. Потому что без Пауза нова, а файт идет вообще в другую сторону. Там, как-никак, очень много дэмэджа от Янаманстера. Но, ладно. Что есть, то есть. Ну и по общей ценности Фантомка. Посмотри, где находится вообще Фантомка. Ну, да. Типа левала, да? Да, да, да. Можно вспомнить то, что какие-то проблемы были действительно в Майнсэнте. Просто Асус Полар отказались ждать. Не очень красивое поведение, но, возможно, действительно есть на то причины. И правила есть правила. Никто их никогда в жизни не отменял. Десять минут максимум. Так, Лидан. Лизарта можно найти. Ну, боится один найти. Все же Лизарта вроде не плотный. Но, вот, Айс Бласт. Илан. Ну, какой же Санас Полидан отдается. Лидан Шадуден успел прожать. Ну, там Дарпакт. Просто Дарпакт, опять же, Лидан прожимает. Каким-то чудом. Да, очень даже хорошо. Венчантерс все же умерла. Здесь Фобоса полетел нож. Побегут ли? Увидели Бэтрайдера. Без Лассо будет сложно зайти. Без Лассо там почти шансов-то и нет. Лучше развернуться, уйти. Здесь гем у Бэтрайдера. Достаточно ранний. Ну, и пытается Девардить. Оставлять без вижена ребят. Но сложно. Сложно подойти даже вот сюда. Вот как-то пытаться здесь задевардить что-то. Да, есть ФНГС со свапом, есть ФНГС со станом. Потом, возможно, просто не уйдет оттуда Бэтрайдер. Не на Рошанчика. Опять же, Фобос заходит по чуть-чуть. Вардами, в соло. Пытается как-то размять этого Рошана. Возможно, конечно, можно было бы фармить Эд, что даже было бы выгоднее гораздо. На этом Рошане уже на минуту три сидят. Как-то вот все очень миленно. Пусть придет Элидан, поможет. С Элиданом там это все дело будет очень быстро делаться. Ну, хотя, ну, вот так вот. Под медальончик. Тут что, ДД лежит? Фобос такой радостный забрал. Ну и дальше, дальше. Притом, понимаешь, Майн Сенити это прекрасно знают. Они ничего сделать не могут. Реально, ничего. Да, к сожалению, действительно, и подойти не получится. Постоянно здесь и варды стоят у Фобоса. Все он видит. А Егис для Элидана. Элидан просто в наглую пришел, забрал. Говорит, вы для меня фармили. Ребята старались. Ну и Милан летает. Опять же, может быть, задевардить пытается. Не особо у него, опять же, это получается даже задевардить просто. Так, Элидан. Правда, маны очень мало. Ну, но, по-моему, схватает. Но не пойдет. Или пойдет. Хотя, айс-бластик. Майс-бласт не попадает. Ну, мимо, без айс-бласта бесполезно идти. Ну и Мак там тихонько подпушивает топ. Вышка упала раз. Пойдет дальше. Даже можно снайпер убить. Снайпер. А почему не убить? Там же еще Мом. Снайпер. Да. Ты сейчас проседай здесь снайпер. Мак, сам себя стопит своими же пауками. Ой-ой-ой, пошел Сайлент, Саркомболт. Если мистик флэйм, у нас в флэйр есть, Мака все кастуется, Мак живет. Но тут нет. Вот так вот. Чуть-чуть не хватило. Совсем немножко. Ну и сам себе застопил. Как же реагирует Майнс и Нити-Сенсей. Это просто нереально. То есть они ждали. Вот прям стояли, смотрели на эту вышку. И вот знаешь, так вот кнопочку уже на телепорте одну нажали. И вот прям перед вышкой ее держат. Ну, я не знаю, как так можно. То есть столько начали бить снайпера. Сразу же три телепорта. Сразу же Шраптель, Саленс, Замедло. И Мак, ну никуда он там не ушел. Конечно, слишком хороший тимплей сейчас в Майнс и Нити. Вот такие вот ошибки от мага могут многого стоить. Так, смотри, Тулейдан у нас купил Скадзи тем временем. Так вот неожиданно. Ну и Мич. Раз удар, два, три, четыре. Мич никуда не денется, да. Да, Мич тут, конечно, просто мясо. Ну и Тавр также будет падать. Снайпер тут ультует. Шраптель в придачу пошла. И отлично за ивейдил. Иллидан. Свап. Цепляйте снайпера. Пошел стан от ВНГ. Снайпер, проблемы. Снайпер очень больно. Еще немножко остается тычек. Лизард пытается отхилить, но не получается. Ну и главное сейчас уйти самому Лизарду. Опять же, здесь еще и Миланан тоже начинает харасить. Очень причем неплохо. На Форстафе уезжает. А дальше разультился Фобос. Прыгнули Фобос. А БКБ появилось. Фатом Ассасин. Все же убили там Бэтрайдера. Пытаются как-то нарезать. Ну, Фобос. Развалились. Развалились. Понимаешь, потомка еще прожала БКБ. Ну вот фишка БКБ. Это, конечно, круто все, но она первым айтемом. Первым айтемом БКБ. И что? И что дальше? У тебя 130 демеджа. Окей. А какое продолжение этой атаки будет? Ну, опять же, нет, это 26 минута просто. Вот в чем дело. Если бы тебе БКБ появилось на минуте 16 и было бы столько же демеджа, было бы все в порядке. То есть у Фандом Ассасин есть криты, у Фандом Ассасин второй ультимейт. Поэтому тех же самых Фобосов неплохо бы там рубил этот парень на Фандом Ассасин. Ну, просто аганим. Просто аганим у Фобоса. Появился намного раньше. И сейчас еще и Дискорд появляется. Господи, как же много урона. Все, это опять же по Дайс Блаз будет залетать. Ну, это жесть, да. Там очень много магического демеджа. И плюс Фларк с физическим демеджем. Плюс Бруда. Там тоже еще не забывай про Дагон с Вейлом. Комбинация отличная. Ну, Тасасы уже не должны эту игру по логике отдавать. Но тут все зависит от Фантомки. Выформатили свой башер. 12 тысяч преимущества. Да какой башер вообще это мое время? Смотри, у кого там стрики у нас есть? Стрик, стрик, стрик. Ну, у Сварка должен быть стрик. А у кого еще-то лоу? А все. Слушай, у них оба еще нет никаких стриков. А почему? Потому что счет 14-19. А, ну да, счет равный. Ну, вот по общей ценности вообще какой-то трэш. Реально трэш. Ну, что Фантомка не поднимается. Фантомка тут рядом с Энчантрес. Ну, что я могу сказать? Лизард просто бегал в лесах чужих. И нафармил, по сути, столько же, сколько Фантомка, которая стояла и фармила. Ну, с БКБ, конечно, пока Гоги ничего не может. Крутого продемонстрировать. А от нас полетел. Просто вот так вот спугнуть. Ну, и Гоги вот сюда должен уходить. Нет, стоит. А где Элидан? Элидан у нас в лесах фармит чужих. Ну, понимаешь, еще и леса чужие воруют, ребята. То есть, а где фармить в Майнсените? Только на лейнах. А на лейнах проблема, потому что могут тебе прийти убить. Да, здесь сейчас снайпер просто пытается как-то эншниф отформить. Есть три стака. Довольно неплохо у ребят это получается. Ну, и, конечно, должен Гоги здесь все это дело забирать. Есть ДД, кстати. Ну, а чего же тут, ребята? Ага, Боттл. Боттл Элидана появляется. Ну, и выкладывается Кадди. Абузер. Ну, просто абузит, да, да. Абузит. Слушай, на 30-й минуте я не видел, что по Бузере настолько поздно этот Боттл. Ну, и появляется ДД. Можно реализовать попробовать. Реально, было бы круто. С ДД там не успеют делать просто. Тем более снайпер под МОМом. Без БКБ. Такой там демор. Элидан в соло пойдет сейчас с Кадди. Все это движло, я думаю, ему поддержка, кроме аппарата, не нужна больше. То есть Элидан действительно справится сам. У Элидана есть Shadow Dance, есть АЕС, есть Лотар. Не будем про это забывать. То есть Ларка убить крайне сложно. Поэтому Элидан может в соло сейчас раскурочивать Майн Сенити. Ну, ты просто, посмотри, раз, два, три, четыре. Там уже пол ХП. Попытается кастануть телепорт. Не получается. Не сегодня. Тут дальше на мичи можно идти. Мич минус. Ну, вот он и ДД. Идеально реализованный. Какой-то даггер от Гоги, который вообще не чувствуется. Еще и Блинку Фобоса. Но какие же айтемы. Какие айтемы команды АСУС. Невероятно. Джуджейм им пахнет. Прям вот пошит. Что-то есть. Что-то есть. Милан. Не попадает здесь, по-моему, Самолидан. Ну, не страшно. Можно еще раз зайти с крипами уже спокойно на Тир-2. Есть еще Аегис, или уже попал? Нет, уже пропал Аегис, кстати, да. Не реализовали его. Там никто не умирал, вроде, пока этот Аегис выбили. Больше никто и не умирал. Команда АСУС. Вышечку. Также снизу АСУС забирают. Мне кажется, в Майнсейнете не стоит дальше терпеть. Уж крайне сложно выиграть подобную игру. Тем более против такого противника серьезного. Надо думать, понимаешь, о том, как настроить интернет в следующей игре. Вот пока у вас есть время, пока игра идет, думайте. То есть у вас есть окно. Потому что эта игра уже, да, действительно, тут сложно бы что-то сделать. Но, опять же, есть фантомка. Ну, я в фантомку не верю так, как в медузу тоже, которая тоже там может неожиданно вы промискать. Вот в медузу, в медузу, я бы на твоем месте вообще не задевал. Медуза это такой герой, который может 40 тысяч отыграть за два файта и пойти просто сломать тебе всю базу три раза. А может ли фантомка это сделать? Вот фантомка его не может. Фантомка, к сожалению, не может. Так, ну и приходит у нас новый лидан, находит Лизарда. Буквально пару тычек, ну и никакой подхил. Лизарда не спасает фантомка. Да, дает даггер. Да, и лидану вообще без разницы. В общем, все равно он даже не понял, что произошло, ничего не почувствовал. Спинку почесали этой рыбке. И все, и дальше бежать, убивать. Так, он, кстати, пруду убивает здесь. Хорошо, нашли прудмазер. И надо, да, через Мистик Флэр второго уровня. Все прокастували, да и дасты там были. Ну, правильно, как бы. Мага-то ловить можно, маг все же пошел там в маг-демедж. А по хп там все же проблемы есть. Для 30-ой минуты там, ну сколько там, 1200-1300 будет у мага. Не так уж и много. Хотя появился еще и Гост. Это будет, видимо, Эзерил Блейд. Да, 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 конечно, конечно. Даггер появился, ну, как я тебе и говорил. То есть, даггер, Дагон, и потом Эзерил. То есть, так играл довольно-таки много Зай. Ну, и опять же, есть Айз Власт. То есть, убивать брудой, это самое легчайшее здесь дело. Лила залетает. Ну, и, кстати, у Лила. Ой, Фобос ворфался, хорошо. Ну, и Скаймак просто сгорит, там, Фобоса на развороте убили. Ну, не самый лучший размен. Ну, это точно. Как-то. Да, понятно, Айз Блаза летела, хочется там дать свой поужин, но зачем? Зачем спешить? Ну, вот уже Фантомка появляется, Башер. Ну, вот постепенно что-то у Гогита выходит. Какие-то айтемы уже. Башер, БКБ. Если там как-то ворваться в Сларка, дать Сайленс, прыгнет Фантомка, башки прокнут, криты прокнут, то... Ильдана зацепили. Но, к сожалению, с Ильданом ничего сделать абсолютно не получилось. Непонятно, кто кого зацепил, понимаешь? Ильдан на Милана прыгает. Милан, до свидания. Кто кого зацепил тут? Да, действительно. Просто... Ну, он пытался его утащить, но был привязан. Ты посмотри, ты посмотри, как больно. Маг, Маг должен уходить сейчас. Маг не знает, что ему делать. Маг, здесь его Ильдан еще зацепил. Что происходит? Ильдан в соло пошел сейчас драться против трех героев. Понял, что был неправ. Дают на него вижен. Прожал БКБ. Ну, и должен уходить сейчас в Лотар просто, выбегать отсюда, конечно. Хотя, ДД на развороте. ДД на развороте. Ну, это Ильдан, да, может. Ну, там Маг прыгнул, думал дать Дагон. Попадает с бластом, выбирает снайпер. А тут снайпер неожиданно показывает свой Блокенбар. И Маг такой, не понял проблемы. И, собственно, полет в таверну. Да, Мага видели, как бы он стоял под вышкой. Он пытался уйти на скалу. И это было, наверное, самое смешное. А потом, когда он понял, что он туда зайти не может, он решил оббежать этот Таур. А там был Ильдан. Ну, и вот... Не сыгрались. Так, здесь Ильдан. Ильзарда можно найти. Ильзард, он уже мертвый был, когда... Только Лаутар Свар прожил. Ну, вот как-то НЧА начинает в Кидоне. 4.7 и пауза от Майн Сенетия. Мне кажется, что Асусы просто отошмут, вот честно. Что у нас у паузы, наверное, минуток 20 уже вышли. Игра 30 минут идет. Мы по времени даже посмотрим. Да, 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 так оно и есть. Пауза 30 минут почти. Просто какой же здесь магический дэмэдж? Еще есть Вортекс есть у Иншнаппорейшн. То есть это еще 30% магического урона. Дискорды, Даконы. Я не понимаю. Вот сейчас будет БКБ 5-секундное. Если БКБ в Майн Сените заюзают, то, по-моему, конец. Вот прям на ровном месте конец. Ну, фишка еще в том, что, понимаешь, есть пики, где только, например, магический дэмэдж. Тут есть Ларк, у которого физдэмэдж также огромный. Ну и, в принципе, с Аскади. Плюс там он ворует ловкость. То есть тут еще и Сларк. БКБ не БКБ, а Сларк будет бить все равно больно. Два варианта. Либо заходить с маг дэмэджем, либо с физ. Все имеется у команды Асуса. Но это главное не нафидонить, как прыгает там маг иногда, как или дам прыгает. Вот так вот не подставляться. И, в принципе, просто играть свою доту, зайти на ТВРа. Там Тир-2 на топе, Тир-2 на меду стоит. Ну и дальше, собственно, на ХГ. Там Рошан скоро появится тоже совсем. Все достаточно просто и понятно. Как по книге надо действовать, ничего не придумают своего. Да, есть 15 тысяч золота в Экспириенсе. Был 20, также сейчас стало 15. Можно дождаться, наверное, Рошанчика. Появится у нас через 2 минуты. Пойти забить этого Камниголового. Ну, опять же, Ледану забрать Аегис. Смотри, Милан тут прыгает, пошел поужину. Вэйл. Ну, Милан здесь должен умирать. ТП-аут-то не сделать. Телепорт на кулдауне. Ну, и Милан пытается улететь. Да он догорит, естественно. Он просто ищет, где ему благоприятнее покинуть этот мир. Снайпер. Ну, ТП-аут должен делать. Сбить-то нечем. Но, действительно, сбивать телепорты может, по сути, только ФНГ. Все, больше кто сбить их не может. Но это, опять же... Или Дан. Или Дан, ты посмотри. Ты посмотри, что он делает. Он с ДД. Он с ДД. Конечно, ДД на сна и ушел. Красиво. Хотя, прыгает Гоги. А дальше что? А если Вижен, достов нет. Все. Или, да, на развороте. Ну, тут фарт. Смап. Лизарда подцепили. Просто две тычки. А больше не надо. Больше не надо. Посмотри, сколько там демиджа вообще. Это жизнь какой-то. За счет ДД там ад. Ну, и Файтерик Апт. Смотреть нечего. Все понятно. Забирайте Сварк себе. Почти там еще золото. Ну, и Мак на ботами вышку. Давно уже спилил идет на Тир-3 дальше. Там еще и Владмирс просто. У Беншфул Спирит. И, конечно, Ильдан из-за этого слишком силен. Ну, просто стоит, один бьет. Прыгает Гоги. Пошел Баш. Снайпер, ультимейт. А Паусу-то нет. И Лидан остается буквально 400 хп и выживает. Совсем немного не хватает в Майн Стейнете всю игру. Совсем чуть-чуть не хватает. Там кого-то добить, кого-то убить. 2600 хп. 2600 хп у Сларка. То есть нет такого урона, который сможет сейчас Сларка здесь действительно сильно пробить. И вот прям вот вынеси. Ну, если, конечно, все команды бить этого Ильдана, то возможно. Ну, по-моему, Ильдан что-то играется. Так прыгает просто против всей команды. Там и Лассо, и Фаерфлай. Все дается, а не хватает дамажа. Все равно. Сларк. Просто убегает. 23 уровень, тем более. ПКБ, 4500. Ну, что будет? Может, какую-то Башер купить Ильдану? Как вариант. Да, возможно, появится Башер. Ну, вышечку решил все-таки доколотить здесь. Не обращая внимания вообще на Митча. Говорит, что? Что ты там пытаешься... А вот, кстати, у Снайперу поинтереснее уже будет для Ильдана. Бруда. Да, тем временем, просто Мак наваливает снизу. В мидлейне также подпушивает Фобос. Разводит. Разводит команду Майн Сенти. А из Бластики? Опять же вообще... А из Бласты-то уже с Аганимом? Угу. Это, кстати, беда. Там 20 секунд почти огромного демеджа. Стойте, а что 9 секунд-то написано? А, это без Аганима. Ага, все понятно. Там, я не знаю, как воевать, если Майн Сенти под А из Бласты поставляется только 1 БКБ или 2. Да, 2 БКБ у Снайпера. Сколько там? 9 секунд. И у Фантомки... Хотя только один раз-то прожали, лоу. Я думал, побольше. Да все же, они купили-то их. Кстати, да, они купили на 26-м минуте. Можно было же, типа, более... Так, Брудмазер. 2-300 у Мага на руках. Ну и Маг выфармливает свой Зейриал. Когда появится Зейриал, можно уже и в соло делать грязь конкретную. Да уже можно и сейчас идти, в принципе. Все есть. Есть Аеги с Демонейджем, КБ, Сларк. Ну вот, забыли мы про МКБ. Конечно, против Фантомки самый лучший айтем для Сларка сойдет. Ты шанс на баш. Это и огромный демедж. Ну и можно заходить на хайграунд спокойно, без проблем. Или там, Маг может оставаться на ботами с Фобосом, а Сларк с компанией идти на мид тоже. Вполне. Да, так оно все и будет на самом деле. То есть, Фобос будет с одной стороны. Фобос в любом случае есть даггер. Фобос пробежит очень быстро, куда нужно. Бруда в драках 5 на 5, я слышал, не очень сильный герой. Поэтому будут сейчас просто разводить команду Майн Сейнти со всех сторон. Все подкушиваются. Что там есть? Байбэк у Снайпера не имеется. Столько у Фантомки, по сути, и все. Ну, бруда, это команда Асус. То есть, если сейчас убивают, то это будут минус 3 стороны. Спокойно, если делается минус 5, это не минус 3 стороны, это будут гг. Никто не ждать не будет даже. А если Майн Сейнти выигрывает? А если они выиграют файт? Да, они выиграют файт, убивают. Они дальше будут терпеть сидеть. Так, Милан полетел. Милан. Запил Олидан, но там Айегис. Там еще есть Айегис. Он даже вообще ничего не чувствует. Тарпакт, конечно. В Гоги. В Гоги. Под МКБ нормально демэж заходит. Лизард. Минус. Ну, по-моему, это все понятно. Да, действительно, нет вышки. Снизу также подбушивают. А он один, понимаешь? Он вообще один. Так ему больше никто не нужен. У Иллидана, там, нетворс, как у всей команды Майн Сейнти, в принципе. Спокойненько наламывает кабинеты. Очень вовремя прожимает дарпакт. Сбивает лассо. О, Иллидан на Сларках, конечно, крайне силен сейчас. Наверное, самый сильный Сларк. Так, здесь также упала вышка. Фобос. Постреливают здесь немножко сейчас Фобоса. Ой-ой-ой. Как же круто сделанную фантом. Кодолжан оказывает ПНГ, минус ПНГ. И переулдается. Уже поздновато. А будет ли драка? Иллидан. То есть Блаза летел. Там огромный дэмэдж. Какая драка. Посмотри, Милан-то может. Таверна отпалится. Милан. Ну, нет, не хватит дэмэджа. Ну, посмотри, а есть Блаза. Как же больно. И все на базе стоят на ЛОХП вообще. Иллидан сломал одну сторону. В мидлейн также сейчас стягиваются. Ничего, к сожалению, Майн Сейнти сделать не могут. Почему не бешит Гудгейм? Но это без вариантов. Это действительно без вариантов просто для Майн Сейнти. Это карта. Нужно уже собираться на следующую. Милан. Они интернет настраивают, ты не понимаешь. Они все настраивают уже сейчас. Ну, тут Милан БКБ прожал. Хороший Айсбласт. Полетел Айсбласт. Ну, был бы чуть побольше. Да, да, да. Тут Дасты. Иллидан. Прыгает на Мича. Снег Флэр. Иллидан. БКБ прожал. Минус Блатрайдер. Ну, тут, по-моему, все. Да, нету байбэков уже у двух героев. Ну, и заход на вторую сторону. Иллидан говорит, я вас просто... Мне не нужны бараки. Мне бараки не нужны. Я просто иду дальше убивать. Фантомка. Минус у нас. ГГ. Ну, и наконец, ГГ, да. Ставится пауза. Еще одна. Вот такая вот карта. 40 минут. Ну, достаточно много. Слушай, я тут говорил, что будет 20 минут. А еще если пауза... Ну, как тебе сказать? Как тебе сказать? Все было ясно уже на 22 минуте. Если честно, просто 20 минут они еще затерпели. Да, ну и что, друзья. Счет 1-0. Соответственно, скоро начинается вторая карта. Возможно, последняя, возможно, нет. Ну, я думаю, что, скорее всего, последняя. Но надеемся, что в Майн-Саренде смогут камбэкнуть. Хотя, маловероятно. Действительно, шансов будет очень мало. И Лил снова выкладывает айтемы. Слушай, на Рубике выкладывал. Сейчас выложил все. Зачем? Что он говорит? Нормально. Это Лил. Он там и Пурман Шелдов. Шесть штук покупал. И рисовал там вардами. Он что только не делал. В принципе, это Лил. Ну, что ж. Действительно. Будем мы пока что уходить.